нужно чистить наш улов рыбку что поймали от комаров трубу накинул снова кепку на голову не хочу эти комаринами пользоваться лишний раз сейчас почистим рыбку засолим бочоночек бочонок конечно большоватый но пусть будет такой зато крышка накрыла и нормально касание придет картонку возьмет наше место для чистки есть хоть ветерок немножко дают хорошо ну вот наш результат рыбалки риска неплохие сейчас надо все это делать будет чистить чистить будем ножиками на сами ножи такие вот это просто нож что мой что у сани только разные стали сейчас немножко коротко об этом всем расскажем пройти здорово хариза это более 40 сантиметров очень крупные и приятные остальные в районе 28 29 30 сантиметров неплохо неплохой результат неплохая рыбалка на такой небольшой речке с глубиной пример до пол колена красота хариуса довольно крупные хорошие много мелочи клевала мелочи конечно отпускали сам собой вот таких брали вот эти самые конечно здоровенные приятные рыбины такие да такие бы чтобы 30 поймать бы вообще было бы полубочки примерно то и больше было бы забито даже полубочки минимум начнем чистить рыбку чистить буду ножами точнее одним каким-нибудь одним есть два ножа это просто нож фирма их уже кота показывал пользуюсь ими уже с февраля месяца все нормально единственно часа не выпускается двух вариантов кобуры у них коричневые черные два ножика совершенно одинаковых только рукоятки разные ну и соответственно немножко цена корейская береза и мореный дуб черная рукоятка мореный дуба немножко подешевле будет корейская береза она вроде бы за 3000 уже ушла а этот где-то две с половиной сталь х 12 м с усани ножек точно такой же только есть сталь 95 х 18 тоже корейская береза такой ножичек самое главное преимущество этих ножей то что они дешевые за такую цену сейчас нажата толком уже не купить они все как правило дороже идут ты смотришь ножи все примерно восемь с половиной тысячи до пятнадцати такие дела а так эти ножичкам также его почистим и нормально по охоте нормально но я только им чинил уток бобровщи не чинил так что осенька сидела покажет с рыбку возьмем начнем чистить чешую не снимаем чешуя это будет сниматься уже дома желудок у хариуса находится близко к грудине то есть если ножом будете как обычно утопать немножко глубь и проводить разрез вы сразу поражите желудок а желудок у них очень крепкий там у них ракушка все такое нож будет тупиться кончик поэтому уши надрез сделать пока можно прямой а потом уже цепляешь и пошел фишки у них кишечник каналем отверстие тоже набитые ракушкой пережеванный так что нож можно у него сильно купить также молока молоку на работе делать не будем все не планируем рубку еще пожарить на сковородочке с крышку возьму молоку на сюда пока накидаем такого объема рыбы все равно немножко будет сами что думал еще жабры до поджарить ну это наверно не в этот раз точно ну хотя тоже можно они вкусные заразу вот у самых крупных то вот этих достать и просто на пробу и черночка пока закидываем желтки же тоже готовят да по идее ну это уж потрошить все надо это в возня пока сюда чайки прилетят попозже жабры ножки простые дешевые их не жалко в принципе затупил потащил камень точится нормально те жабры берем да попробуем их надо отдельно быть попробуешь потом вкусно жареные жабры еще никогда не пробовал а так все скажу за распороли всему 30 вытащили жабры обязательно вытащили кровь удалили помыли не уложили долян подошел к речке вода холодном реке коррес плотный пойман и считал часа уже примерно 3-4 назад мягкости пока никакой нет все плотно еще бы комары бы не атаковали смотрим чтобы при засылке песка никакого не не все на них бичанок укладываем берем следующего готова вот он прямая кишка у них очень толстая но здесь ракушка и зелень какая-то то есть травой не тоже по ходу питается так и понимаю крупный хариус он живет гальяна мышей ну и все такое что покрупнее по миссистей ну и как лично Вон гальяна, гальяна сколько собралось. Желчь очень маленькая ухарилась, так что когда вытаскиваете тоже смотрите, печень если готовите жарите, чтобы желчь не попала. Вот так потихоньку укладываем. Остальное так же, как обычно, как и за людей. Голова хвосту, хвост голове и никаких проблем. Пока дно закроешь, потом второй ряд. Возможно было еще, так что возможно рыбка еще добавится немножко. А так да, рыбалка сегодня была у нас хорошая. Время август, икра у них уже есть немножко. Будет зреть так до следующего сезона. Гальяны ешьте. Сейчас рыбу сразу присаливаем. Ряд выложил. Вот так это все дело выглядит красиво. И так ряд за рядом до полной бочки. Но столько рыбы не наловить, конечно. Два бы ряда, три бы заполнили, и то было бы хорошо. Этих еще потом зачистим. Успеется. Ночью здесь холодно. Ночью где-то плюс четыре, плюс пять, мне кажется, ночью было. Очень холодно, да, туман. Даже в избушке сегодня было холодина немножко. Точно садится. Рыба, то есть не спорь, сейчас это все засолим, воду ставим, прижимаем булыжником сверху, и все. По ножам, если что, вконтакте пишите, скину данные, где что как, если кто сам на тени может. А так в яндексе просто забиваете, сразу выйдет. Если кому-то вопросы будут такие подобные. Ну все, готово. Вся следующий ряд. С рыбы закончили. Получилось два полных ряда. На двоих. Хотя бы это неплохо. На двоих. Ну, грубо говоря, по десятку мы поймали. Хороших. Поймали, на самом деле, раза в три больше, но там все мелкие. Приходится их выкидывать. Отпускать, точнее. Все? Вот так примерно все это будет. Разобрались. Я уже сядку хотел. Комары просто не дают руки. Сырые, занятые. Постоянное лицо не будешь и приходить. Ну, мошка видишь. Мошка тоже немножко, да. Но мошка как-то особо не мешается. От нее только уши обычно горят. Комары, да. Сейчас несем сковородку, надо будет этот. Парочку хоризов еще на сковородку кинуть. Помыть жабры. Жабры помыть. И заценить, как они будут на вкус. С маслом растительным, с лучком зеленым. Да, попробуем. И с хлебом. И с хлебом. Моментально зашипело. Берем. Масло, 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 масло. Ну, пока посыли, да. Берем сначала укропу. Да? Что, нормально распределяется, да? По всей ширине? Прямо так. Немножко рыбы с жабрами. Песченка, требуха разная там. Масло у нас в такой банке. Ну, вот что было в той нальюе. Масло надо не жалеть. Так, пусть бы больше было. Или точнее не надо жарить. Хлебом помакать потом там зато и все. Конечно, без хлеба тут вообще не вариант. Я не знаю, вода нужна, не нужна? Она сейчас даст воду хорошо, эти крышки, если закрыть. Так, ну, так-то да. Ну, хорош, чтобы немножко останется. Ложка чуть перемешать. Ложка вот сбоку, да. Лук еще надо будет. В конце даю. Да, ну что, он сварится толку от него. Я прям наверх просто бахну. Жабры, рыба, икра, печень. Ну, немножко где-то молока, жир чуть-чуть есть тоже. Ну, такое, самое то. Рандеву. Да. Смесь бульдога с носорогом, либо ассорти. Ну, все, что, ждем. Закрывай крышкой, пусть она томится. Буквально до 10 минут, не больше. Без воды, наверное, да, чуть побольше пяти может под подержим. Угу. Ну, все, ждем. Кобецуху покажи хоть. Есть. Рыбу с трябухой немножко закинули в сковородку. Пусть, хотя сковородка получилась практически полная. Жабры, все рыбы, считай, пару хорисков, чтобы накрошили. И все, сейчас поедим. Потом чайник сразу ставим, да? Да, чайник обязательно ел. Я вот уже пить хочу. Сейчас, сколько времени это уже? Что-то я не посмотрел тоже. Сейчас, где я нет. Время этого уже много. Но мы еще в этом дне сегодня еще не ели. Чай только с печенькой попили. У-у-у, полтретьего уже скоро на рыбалку ехать опять. Уже полтретьего. А мы сегодня два раза чай попили и все, да? Да. В то раз только с печенькой. Есть уже охота. Уже такое, как бы, немножко слабость в организме уже чувствуется. Так же в упор мою хорюлю я приблизил. Понятно. Что-то, слушай, я не многовато ли бахну жару? Можно убавить. Видишь, вода уже булькиет, кипит и все. Да, конечно. Он же водяной, он даст воды. Кстати, вот этот пятник спреет комаров. Полная Г. Ну, я сейчас вот им попробовал, попырствовался. Я просто чуть не задохнулся в избушке. Три минуты держит всего. Все, комары садятся на руки. Я уже испытывал его. На руку побрызгал жирно-жирно. Ну, пять минут прошло, и все, смотри, комары уже садятся и жрут меня снова. Не работает, вообще не работает. Этот комарин чем плохо? Пусть он даже вонючий, это может быть, как-то еще можно потерпеть. Там, на одежду еще куда. Он под давлением, он улетает просто два дня, и все, его нет. Я пока полис восточники не ели, но я говорю, он не рабочий. Хрень. Этот Армакон, вот, мне нравится больше. Он не вонючий, он не под таким, он под давлением, да, но не под таким. Этот без пути только распыляется, 90% на руки. Да. И держит слабо. Так, а где он у меня есть? Рехтамиды еще есть, более вот такие вот тоже. Спреи. Он тоже под давлением. Да, он более-менее получше, конечно, но кожа от него, конечно, может раздраженеть и адская. Вот, Армакон, но название прям стерлось, в кармане постоянно оттаскаю. Я уже пользуюсь, наверное, месяц. Все еще есть, есть довольно много. В общем, не один пользуюсь еще, не один. Я тоже пользовался. Рыбой уже запахло. Это хорошо. Давай, нарезай хлебушек. Хлеб белый, местный, да? Да, деревенский. Рыбка уже готова. Сейчас мы это побырику накромсаем. Собакин-то уже ел. Сейчас еще перепадет вот это. Кости будут, да? Да, все кости считаю. Да так можно хлеб, хлеб еще дать. Че-нибудь дадим. Там, кстати, надо кашу еще сварить. Ближе к вечеру. Я хлебу хватит, наверное, пока. Потом нарежем еще. Все нарезать сразу. Там, где-то, да? Потому что бы не резать, десять раз ножки не оставать. Пластинка горит. Комары себе падали на пол уже давно. Вы больше не залетают, да? Ничего. Вон один там пытается целить. Нет, еще эти уходят. У него дверей-то вон летают. Но они обратно улетают. Вот я за ним прилетал. Они просто чуят, что жареному пахнет. Пахнет. Все. Вот так вот. Сейчас сколько съедим, остальное в пакет обратно. Ну, давайте, речь. Насыпай, как говорится. Что, надо будет подпусти? Да, вон я, это грязное возьму. Ну, как грязное. Из-под бича. Еще жабры будем пробовать. Жареные жабры. Лучок отдельно решили замутить. Какая-то всем аппетита. Приятного. Вот они, жабры. Никогда жабры не пробовал. Попробуй. Они с костяшками, но ничего. Как мясо, да? Да, обычное мясо. Похоже на мясо больше. Ничего про тела нет. С костями. Ну, нет, такие хрящи как бы. Да? Ну, кусается нормально. Неплохо, да? Угу. Надо все это обмозговать. Внизу мы были, вверху сейчас были. Вот надо куда-то дальше ехать. Если что-то не добавляет, сколько у нас дало. Что, в песок попадаете? Угу. Нет. Чуть-чуть. Надо было чай в ней промывать, конечно. А то на песенке ничего не будет. Получше, чем без пакет. Конечно. Печень у жабры. Печень вкуснейшая вообще. У нас жабры и печень, все за нас тырым, да? Только-то. Угу. Тут ничего нет. История, каждый человек, когда у него есть дети, они говорят однозначно, я не хочу, чтобы это коснул. Кофе, Млёш? Да, уже влюбил. Сейчас надо сахарку потом капнуть. Собака зевает. Хоть бы и... Нормально. Ну, как говорится, по-чайковскому. Время-то полчетвертого уже, оказывается. Ну, что, часто у нас еще отдохнуть. Просто, блин, вытянуться немного. То есть, весь день на ногах. В сапогах хоть и броня? Ну, вот, больше-то из-за того, что жарко и в сапогах ноги как-то варятся. А потом будем мозговать, что куда как. И какие снасти брать. Короче, все по обстановке. По настроению, все по погоде. Ветра нет вообще. Хотя нет, чуть-чуть совсем. Слышишь, хорюс. На блесну-то он берет как бы хорошо, да, поедет. Ну. Бомбард, да есть ли смысл? Где-то в порогах, если только пробовать на мушке. Вот если пороги слабенькие. Ну, там-то они есть. Пиши-то. Просто сейчас, видишь, пороги сильно мелкие. И хорюс мелкие там. Да, в основном мелкие. На ямах только крупные стоит. Угу. Поэтому в смысле нету как бы. Можно попробовать маленькие мушечки вот эти вот штучки две там зацепить. И самую маленькую бомбарду вот эту вот. Сколько она, 12 грамм, да? Маленькая, самая маленькая. Что-то такое, мне седневаться-то. Там, мешаю еще что-то, сахар-то не положил. Хм, и закрыл. Надо, кстати, термос в этот раз заправить. Потому что я сейчас ходил в воду там, пиво с реки. Я даже не лака не сделал, кстати. Что там в дикушке этого? Рыбы хотел. Подкрепились немножечко. Нужно размять кости, чтобы немножко, как говорится, кости от мышц отошли, да? Чтоб немножко этот, кровь как бы разошлась. А то все равно. Она вытянулся. Подустаешь. Да, он вытянулся, ноги вперед. Полежим. Дверь открыта. Там работает спиралька. Комры только падают. Только слышно, как на пленку шпок-шпок. И последнее вздыхание крылышек, да? Мучаются еще. Ну ладно. Комар-то комар. Мерзкое насекомое. Как бы они, конечно, нужны в тайге, но людям не очень. Не для людей. Да. Кофе налил, горячее, горячее. Попозже попью. Пусть пока остывает. Можно сходить, а мягкие пособирать. Сейчас нашли черничник такой, да? Хороший черничник. Ягоды просто все синее. Может, потом покажу его. Поснимаю. Поедим еще четко. Морошка в лесу была. Тоже утром сходил, позавтракал ей покрыть чуть-чуть. Тоже хорошо. Морошка последняя уже. По всей стране она уже как бы по северам почти отошла. Здесь еще немножко есть, потому что лето было позднее. Начало. Весна очень затяжная. Дорога-зима точнее, да? Долго стояла. Поэтому все немножко сдвинулось в этом году. Дней так на 20 вперед. Утки в реке скоро уже на крыло поднимутся. Гоголя вот были такие уже крупные. У тебя-то большие. Щирки были, да? Ну, щирки еще немножко подрастут, конечно, но... А я не видел там ни одного человека. Вчера-то? А вчера были, да? Я сегодня про них... А крохоли крупные были, нет? Крохоли... Это самки, скорее всего, были. А летают, которые, да? Они же тоже так же, как типа обманывают, просто убегают по воде. Угу. Притворяются подранками. Угу. Такие дела. Охотная лутка открывается уже через неделю. Хоть это еще не на крыльях. Еще ровновато. Век пакетиков сейчас. Да, все в пакетах. Ладно, давайте отдыхайте. Мы тоже отдохнем. Ха-ха-ха.